В эфире Омск ТВ новости. В студии Анастасия Кишмирешкина. Сегодня в выпуске. Для детей и не только. Какой новогодний подарок подготовил россиянам президент страны? Замкнутый цикл. Почему для перехода на раздельный сбор мусора России понадобится 10 лет? Добро пожаловать за границу, когда в Омске откроют международное авиасообщение. Вместо корпоративов цитрусы. Почему новогоднее настроение в Омске оранжевого цвета? Уже почти 5000 мячей получили бесплатные лекарства для лечения коронавируса. При этом выдача препаратов продолжается всем нуждающимся. В Минздраве сообщают, что необходимые медикаменты есть в наличии в больших объемах. Лекарства выписывают терапевты на приеме, причем врачи используют индивидуальный подход к каждому пациенту. Курс лечения зависит как от самочувствия, так и от пола возраста наличия хронических заболеваний. Выдаются лекарства при посещении больницы, но в случае необходимости медучреждения могут их доставить на дом через медсестер или волонтеров. По предварительным данным, бесплатные лекарства будут выписывать мячам весь первый квартал 2021 года. Что касается эпидемической обстановки, в регионе за последние сутки коронавирус подтвердился у 240 мячей. Доля свободных коек в ковидных госпиталях составляет почти 24%. Количество выздоровевших увеличилось на 152 человека. Восемь пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась. Губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал итоги пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. По его мнению, глава государства в своих ответах на вопросы журналистов затронул темы, актуальные для Омского региона. Одна из них касается медицины. Глава государства поручил сделать медицинское обслуживание доступным для 100% граждан и развивать в регионах первичное звено здравоохранения. Так как из-за пандемии коронавируса и перепрофилирования большей части медучреждений под ковидные госпитали, получение плановой и неотложной помощи стало для граждан практически недоступным. Все, что ставит в приоритет президент, дает региону дополнительные возможности. У нас уже разработана программа модернизации первичного звена, которая уже прошла обсуждение. Прогнозируется, что на эти цели Омская область получит из федерального бюджета более 8 миллиардов рублей. Поэтому у нас есть возможность приступить к реализации программы уже в ближайшее время. Александр Бурков отметил еще одну тему, обсуждаемую на пресс-конференции, которая, на его взгляд, особенно актуальна для Омского региона. Это доступность интернета. Владимир Путин поручил до конца 2021 года полностью решить проблему с доступом ко всемирной сети для поселений численностью от 250 до 500 человек. На эти цели регионам выделяется 12,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. На пресс-конференции главе государства поступало много вопросов, касающихся связи. В ответ Владимир Путин заявил, цитата, «По деревьям что ли лазить? Я все понимаю, есть сложности. До конца 2021 года по этим населенным пунктам должна быть проблема закрыта». Конец цитаты. Напомню, что проблему отсутствия интернета в отдаленных поселениях Омской области начали обсуждать после видеоролика одного из местных жителей, Алексея Тудаладова, которому для посещения учебных занятий по удаленке приходилось забираться на 8-метровую березу, чтобы поймать устойчивый сигнал. Владимир Путин не обошел стороной и ход мусорной реформы в регионах. На пресс-конференции прозвучал вопрос, почему она тормозит. Президент считает, что еще остались организационные вопросы, предстоит выполнить несколько крупных задач. Например, создать замкнутый цикл, когда отходы не складируются на полигонах, а используются на других производствах. Вторая цель – добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году все распределялось по сегментам и перерабатывалось. Владимир Путин подытожил, цитата, «правительство этим занимается, регионы занимаются и будут заниматься дальше. Выделяются значительные ресурсы, все запланировано и по плану будет делаться». Конец цитаты. Семьи с детьми до 7 лет получат по 5 тысяч рублей на ребенка. Это Владимир Путин назвал скромным подарком. В завершении ежегодной пресс-конференции президент рассказал о еще одной мере поддержки. Из-за пандемии коронавируса в большинстве регионов отменены новогодние елки похода в театр, а ведь праздник символичный, его ждут с надеждами на будущее. Поэтому, заявил глава государства, россиянам сделают подарок. До конца года на каждого ребенка до 7 лет выплатят по 5 тысяч рублей. Дополнительных справок собирать не придется. Деньги назначат на основании заявлений, что родители подавали ранее для коронавирусных детских пособий. Выплата поступит только на банковский счет с заявителем. Владимир Путин уже подписал указ об этой единовременной мере поддержки. Также в финале пресс-конференции анонсировал еще одну на 2021 год. Если доход на всех членов семьи не будет дотягивать до одного прожиточного минимума, то с 1 января 2021 года, то есть через две недели, мы будем платить по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка. Такие оперативные меры по поддержке семей. Новые меры направлены на снижение бедности семьи с детьми, рассказал президент. В Омской области такие семьи получают по 5,5 тысяч. Со следующего года сумма увеличится до 10 7 870 рублей. Таков в регионе размер прожиточного минимума для детей. Региональный бюджет 2020 продолжает расти. Своеобразный новогодний подарок подготовили в федеральном центре. В областную казну направлено более 8 миллиардов рублей. Эти деньги предназначены для выплат на детей от 3 до 7 лет. На выплаты безработным, медикам, на дорожную деятельность и на строительство спорткомплекса «Арена». Объемы собственных доходов пока остаются прежними. Удалось сократить расходы на 831 миллион за счет экономии на торгах. С учетом поправок в 2020 году Омская область заработала 118 миллиардов 400 миллионов. Потратила 125 миллиардов рублей. Сейчас мы вносим заключительные изменения. Отражаем все те поступления из федерального бюджета, которые за последние месяцы были привлечены. Окончательно параметры бюджета текущего года будут сформированы по итогам исполнения бюджета. И по предварительным нашим прогнозам с учетом исполнения бюджета дефицит нам удастся дополнительно сократить. В Омске могут возобновить международное авиасообщение. Губернатор Александр Бурков во время встречи с главой Росавиации Александром Неральцко поднял вопрос о возвращении рейсов из Омской воздушной гавани за границу. Из-за коронавируса аэропорт уже почти год не осуществляет международные вылеты. Ранее из Омска можно было улететь в Турцию и страны Юго-Восточной Азии. Глава региона отметил, что отсутствие прямого международного авиасообщения существенно влияет на экономику региона. При этом аэропорт Омск-Центральный обеспечивает выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований при организации обслуживания населения. Так же, как и в соседних регионах, однако, например, из-за Новосибирского Толмачева или Екатеринбургского Кольцова международные рейсы осуществляются. Окончательное решение по этому вопросу пока неизвестно. Однако перед Новым годом в работе Омского аэропорта все же произойдут изменения. В расписание вернулись отмененные ранее вылеты в Москву и Санкт-Петербург. По данным сайта Омск-Центральный, с 21 декабря должен вернуться ежедневный рейс в Шереметьево. Кроме того, в расписании уже указан единственный рейс из Омска в Санкт-Петербург, который был отменен в начале ноября. Разрешение дал Водоканал. В соцсетях появился анонимный пост, сопровожденный видеозаписью, на который видно, как несколько осенизаторских машин стоит в очереди на тротуаре и сливает все содержимое своих бочек в Ливневку, которая находится на улице 6-й Станционная. Автор поста пишет, цитата, «Воня невыносимая на вопрос отвечает, что есть разрешение с Водоканала, но Водоканал утверждает, что нет такого разрешения». Конец цитаты. При службе ресурсоснабжающей организации заявляют, что жители к ним с жалобами не обращались, поэтому что за машины, запечатленные на видеозаписи, не определить не смогут. С тем, что именно было в бочках спецтехники и законно ли содержимое попадало в канализационные люки, Водоканале пообещали разобраться. В МЧС предупреждают, праздники не повод забывать о мерах предосторожности. Спасатели напоминают, что запуск петард, фейерверков и салютов с балконов и крыш домов внутри зданий, а также рядом со взрывоопасными объектами запрещен. Это несет опасность для жизни окружающих. Так, в прошлые новогодние праздники сотрудникам УЧС приходилось дважды выезжать на пожары из-за того, что снаряды фейерверков попадали в открытые окна жилых помещений. Подробнее о том, как правильно выбрать пиротехнику, где ее лучше покупать и почему при запуске необходимо помнить об окружающих, мы поговорили с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского административного округа подполковником внутренней службы Иваном Кицелюком. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Птицы Омской области перезимуют в выставочном сквере. Моченики детских школ искусств подготовили новогоднюю инсталляцию. 24 фигуры пирнатых из глины разместят на деревянном каркасе, а рядом с каждой скульптурой появится QR-код. Для чего, расскажет Ирина Сорокина. Белая глина, глазурь, жидкие сухие пигменты, печь для обжига помогают ученикам художественных школ и школ искусств создать пернатых, которым не страшна сибирская зима. Снегирь, воробей, синица, щегол, рябинник и еще семь видов птиц появятся на двухметровом резном дереве в выставочном сквере. Прежде чем выбрать главных героев новогодней инсталляции, руководители школ искусств посоветовались с экспертами из эколого-биологического центра и приняли решение познакомить и мечей с самыми, что ни на есть, омскими птицами. Каждой птичке присвоен QR-код. Гости, которые придут в новогодние дни в выставочный сквер, могут познакомиться с каждой птичкой, смогут покормить. То есть еще одним из таких интересных задумок авторов проектов, это сделать инсталляцию, которая называется «Зимающие птицы города Омска», действенной, интерактивной. На ограждении, которое будет защищать творческий проект, разместят подвесные кормушки. Гуляющие в сквере смогут покормить птиц и, возможно, встретить живых прототипов глиняных героев. Масштабная зимняя инсталляция – совместная работа юных скульпторов и профессиональных мастеров. Ученики изготавливают фигуры на творческих мастер-классах. Однако справиться в одиночку дети не могут, говорит преподаватель. Дело в том, что для выполнения такой большой работы, физически большой, то есть нам необходимо огромное количество глины. Прежде чем с ней работать, ее нужно подготовить, то есть промять, ее нужно раскатать, чтобы вылепить подобную форму. Так как приходится использовать порядка 20 килограммов в блоке, примерно столько и ушло на эту работу. Одной из самых масштабных фигур станет главная героиня сказочной инсталляции «Снегурочка в зимнем лесу». Внучку Деда Мороза разместят в стеклянном кубе. А чтобы добавить красочности снежному декору, установят корзину с ягодами и новогоднюю елку. Все изделия обжигают после того, как высохнет глина и цветное покрытие. Ученики расписывают скульптуры по сырой керамике. А затем необходимо подождать несколько дней и поместить изделие в печь. В отличие от героини сказки, омская снегурочка оказалась теплолюбивой и даже огнеупорной. Центральную фигуру зимней инсталляции обжигали в печи 8 часов при температуре 1000 градусов. Композицию еще предстоит дополнить цветовым оформлением. Каждый герой новогодней скульптуры станет объемным. Увидеть результат совместного творчества мастеров и учеников можно в выставочном сквере после 25 декабря. Мандаринку за улыбку – это условия оранжевого флешмоба. Сегодня предновогодняя акция прошла в Умске. Как реагировали горожане, выясняла моя коллега Диана Камалединова. Ура! Прохожего не пропускаем! Мы дарим вам оранжевое настроение! Оранжевое настроение каждому прохожему. 18 декабря в Умске прошел мандариновый флешмоб. Меняем мандаринку на улыбку! Улыбайтесь, мужчина! Снеговик, бычок, елка, петрушка и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой. В ярких нарядах активисты Комитета территориального общественного самоуправления «Заозерный-2». Здравствуйте! Как у вас настроение? Новогодние герои отправились в путешествие по своему микрорайону. Верная спутница – корзинка веселых мандаринов. Сладкий фрукт вручили каждому прохожему. Я – младший брат апельсинки. Я и слаще апельсинки. Кто я? Традиция «дарите мечам» оранжевое настроение зародилась давно. Так общественники хотели внести красок в серые рабочие будни мечей. Цель флешмоба – создать праздничное настроение, новогоднее атмосферу, подарить частичку теплоты, добра, чтобы люди, горожане наши, улыбались, чтобы Омск наш чувствовал мандариновое настроение и чувствовал, что приближается Новый год. Не первый год уже Советский округ и КТОСы Советского округа проводят данный флешмоб. И в этом году, несмотря на все ограничения, сложности, мы вышли на масштаб городского уровня. Оранжевый флешмоб охватил все 77 КТОСов Омска. Активисты раздавали мандарины и дарили улыбки в разных районах города. По пути останавливались возле школ, детских садов и дворовых площадок. А давайте я загадку загадаю молодому человеку. В этом году дарить радость детям особенно важно, считают омские общественники. Из-за пандемии коронавируса новогодние праздники, походы в театр, масштабные утренники отменили. Но предвкушение чуда отменить нельзя. Поэтому такой Новый год своими руками – решение проблемы. Дорогие амичи, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего хорошего в Новом году. И это все новости на сегодня. В студии была Анастасия Кишмирешкина. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова